Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie for You. Добро пожаловать в мой очередной влог. Давайте немножечко продемонстрирую, чем делала сегодняшний макияж. Я продолжаю тестировать палетки от Наташи Динона. Мне кажется, что все, что я вам показывала во влогах, в своих макияжных видео, конечно, это все хорошо. Но все-таки самыми лучшими, самыми популярными видео являются видео, где я даю целое видео, показываю декоративную косметику и даю свой отзыв после некоторого времени использования. Я думаю, что такое видео однозначно нужно будет снять, потому что новинок декоративных появилось много. Но я про них вот только во влогах упоминала или же макияжные видео с тестированием сделала. Если вы хотите отдельное видео про декоративку, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Мне очень важно знать обратную связь. Итак, мне в восторге продолжаю быть. Я, честно говоря, достаточно спокойно и ровно дышу к Наташе Диноне. Это у меня палетка номер 5. И цвета вроде бы красивые. Может быть, я своих цветов еще не нашла. Не знаю. Дальше на лице у меня залежавшаяся, завалявшаяся вот такая база от Сенсай. И что-то она немножечко мне как бы даже неплохо смотрится, потому что лицо перестало быть супер жирным. Она является подсвечивающей. Неплохо. Может, еще и от Кика подсвечивающую базу попробую. Вот эта, конечно, штука тоже классная. Тоже, кстати, мне кажется, подсвечивает. Консилер Хелена Рубинштейн. Ну, вы знаете, что уже некоторое время другого консилера я уже не помню, когда использовала. У меня тушь Чикаго. У меня мой стандартный 087 от Ружбани Ружь Карандаш. Это для небольших стрелочек. У меня уже достаточно давно, видите, стила хайлайтер. У меня достался из загромов мой с углублением, вы видите, с углублением, тарт. Классная штука для всех новеньких, кто недавно подписан на меня. Я давно про него не рассказывала, не показывала. Ищите, покупайте. Это просто супер вещь. Дальше у меня румяна от Шарлот Тилфери. Ну, тут уже вам все знакомо. И вот эту пудру от Сенсай заставляю себе пользовать уже несколько дней, но она не держит целый день. Вот если Шарлотту я один раз с утра намазала себе на лицо и дальше уже продолжаю целый день ходить, никакого жирного блеска, то вот с этой пудрой появляется у меня жирный блеск через несколько часов. К сожалению, она не держит матовости. И для жирной кожи это, конечно, очень-очень печально. Даже для комбинированной кожи вам придется постоянно подправлять макияж. Ну, вот так, а, коротко, да. 0,8 карандаш от Севантин. И помада Элизабет Арден. Когда хочу такой няшный розовый цвет, а сегодня макияж это позволил, он не супер, не самый теплый, вот такую розовую помаду. Ну, она такая блестяшечка. Иногда, да не иногда, я поднимаю себе настроение макияжем, когда я сижу в мрачной квартире, за окном льет дождь, облака, тучи. И хотя бы сделав прическу макияж, я уже чувствую себя гораздо лучше. Если у вас так же, то обязательно ставьте лайк. Уже пару дней выгляжу я вот следующим образом. Это мои леггинсы из H&M, которые я вам недавно во влоге показывала. Они классные, обожаю леггинсы H&M, достались мне на скидках, чему еще более рада. И футболка тоже H&M, вы видите, она такая вот просторная, из расчета оверсайз. Изначально задумана как оверсайз. И вот, вот так я хожу, здесь самые супер-супер теплые тапки из ойша. А на голове, ну мне удобнее дома с собранными волосами, поэтому такая штука у меня на голове. Хотела показать вам несколько ящиков с хранением. Вот здесь ящик, в котором практически вся Алешкина одежда может поместиться, если ее хранить вертикально. Я вообще ярый сторонник и поклонник вертикального хранения. Если вы посмотрите, то вот в этом крайнем ряду у него хранятся там рубашки, футболки и лонгсливы. Здесь хранятся пижамы, здесь хранятся шорты и брюки. Вот там в глубине, в синей коробочке носки и трусы. И вот в другой коробочке какие-то еще плавательные даже принадлежности уместились. Там шортики для плавания еще и так далее. Конечно, не все. Конечно, сюда еще мне не вошли его свитера и кофты в большинстве своем. Но все-таки вертикальное хранение помогает увидеть все и сразу. И это клево, это удобно, это хорошо. Я бы еще какую-нибудь организацию хранения поддержала, подумала о том, как бы мне еще правильнее организовать. Если у вас есть какие-то советы для меня, то обязательно прислушаюсь к вашим рекомендациям, потому что век живи, век учись. Я иногда кого-нибудь посмотрю и мне бац, просто светлая мысль приходит в голову, посещает меня. Поэтому жду идей, если вдруг вы мне что-то хотите посоветовать. Смотрите, свои свитеры я тоже организовала вертикальным хранением. Здесь у меня хранятся такие водолазки трикотажные, плюс все свитшоты, либо не худи, а как их назвать, толстовки. Да, правильнее было назвать такой большущий свитер полосатый из манго. Кстати, не очень его люблю. Но, тем не менее, вот так вот в вертикальном хранении мне все видно, какого цвета, что и как взять. А сейчас покажу, как другие свитера я храню на полках у себя. И вот это вот полочка со свитерами остальными. Свитерами, свитерами. Вы обычно пишите, как правильно ставить ударение, поэтому поправляйте. Получается в ряд 4-5 штук влезает. Вот 14 у меня их получается лежит, если так посчитать. И тоже я все достаю и в таком же виде кладу назад. Это очень удобно, это все видно сразу на виду. Их, они не теряются. В принципе, для меня оптимальный вариант. Не вертикально здесь уже, а горизонтально поставить. Потому что все видно. Я достаю одно, убираю другое и все хорошо. Кстати, пробила на желтый. Вот этот желтый свитер из H&M. И вот этот желтый. Только вот этот уже такой, он светло-желтый, как солнышко. А вот этот такой более грязный желтый. Но оба мне очень нравятся. Вот этот шерстяной, а вот этот акриловый. Мне натуральный. Ну, в общем-то, вот такое хранение. Я продолжаю доорганизовывать, конечно же, все. Каждый раз что-нибудь пересортировываю, передумываю, переделываю. Кстати, жду большую посылку из Манго и из H&M. Надеюсь, там будет что вам показать, что примерить. Так что будет еще одно видео с примеркой. Однозначно, но Манго едет очень долго. Из всего, что я заказывала, посмотрите, Зару вообще быстро-быстро привозят. H&M тоже сейчас стал очень быстро работать. Доставляет даже курьером через несколько дней. Ну, они сервис наладили. Но я в этот раз на почту заказала. Может быть, чуть подольше будет ехать. А Манго написали, что будет доставка за два дня. Но сейчас до сих пор на сайте висит, что в личном кабинете висит, что мой заказ формируется. Хотя прошло уже пять дней, по-моему. Ну, вот такая история. Да, посмотрим, что там мне приедет. Мне, конечно, приедет в основном верха. Но я буду их как-то комбинировать и показывать вам, какие образы получаются у меня. Также хотела показать вам наше обновление в ванной. Я, конечно, не очень люблю здесь снимать, потому что мне не нравится, какой здесь свет. Вот эти ужасные стены цвета ужасного создают теплый, теплый свет, некрасивый. Значит, Саша повесил вот эту вот полочку, которая лежала у меня в загашнике. И долго я примеривалась, куда же ее пристроить. И решила, что мне нужно, чтобы она висела именно здесь. Поставила, наконец-таки, свой аромат от Rituals. И вы знаете, он классный. Классный аромат просто. Запах обалденный. Так что, если вы вдруг будете, Green Cardamon мне очень нравится. Если у нас с вами сходятся вкусы. И снизу убрала вот эти коробки, которые там в углу стояли, деревянные. Теперь немножко так, но здесь чуть-чуть бардак. Мне хочется как-то по-другому, потому что у меня слишком много косметики. Я поняла, что для того, чтобы вот в эту свою полочку все убрать из шкафа, мне нужно несколько средств закончить. Поскорее в пустые баночки их переместить. Тогда вот отсюда все я уберу. И вот из шкафа с этой полки я тоже выселюсь. И косметики там стоять не будет. Мне хотелось бы, чтобы вся косметика была именно здесь. Но для этого нужно усиленно поработать. Да, да. Вот и я снимаю для вас здесь. Так что, ну, покажу вам сейчас то, что мне пришло с Алиэкспресс. И то, чему я безумно рада. А может быть, вы уже догадались, глядя на эту картинку. Смотрите, что я себе заказала. И это просто бомба. Я сегодня делала. Я прямо за один сеанс чувствую, как у меня вот какое-то нависание, опадание щек, которое случается. Оно просто уменьшилось. То есть, линия подбородка. Вот, наконец-таки я нашла нужное слово. Линия подбородка уже не так сильно плывет. Мне прям нравится. Я усиленно буду работать этим роликом. Спасибо большое Лене Татарниковой. Она показывала однажды. И она вдохновила, собственно говоря, на покупку у меня этой штуки. Мне жалко денег покупать ее там у кого-то супердорогого. Там за 2,5, за 3 тысячи или даже больше. Я купила рублей за 800 на Алиэкспресс. Качество просто обалденное. Отменное. Все выглядит великолепно. Еще вот эта штучка. С помощью нее тоже я чуть-чуть попробовала вот сюда свой подбородок засовывать. Равнять линию подбородка. И мне тоже понравилась. Чудесная вещь. Такое дорогое, тяжелое. Не создает впечатление Алиэкспресс вообще. Если я вам сейчас покажу подставки под горячие, которые мне приехали с Алиэкспресс, то, конечно, здесь сложности. Вот это под глазами, вот это сверху. Я оставлю вам обязательно ссылку. Да, вот видите, у меня тут ребенок, поэтому у меня свистки валяются в ванной. Я вам ссылку обязательно оставлю на этот чудесный, чудесный ролик, который прям с первого применения меня вдохновил. Меня гораздо меньше вдохновляет вот этот ролик, который у меня от The Body Shop. Потому как, ну, во-первых, он стоил полторы тысячи, но не в этом. Он для меня не оправдывает, потому что его можно только на лицо, которое у нас увлажнено. То есть только крем нанесли тут же. Иначе в эти ролики кожа прям засасывается, сухо. Мне нравится, что он всегда холодный. То есть он всегда прохладный, его не надо хранить в холодильнике. Но у меня как-то к нему сердце вообще не лежит. Ну так, иногда я вспоминаю себе раз в неделю, там, может, раз в месяц заставляю пользоваться этим роликом. Я надеюсь, что вот с этой штукой я подружусь сильнее. Потому что утром сегодня я прям кайфанула от того, как у меня прошла моя процедура. И как выглядит сегодня линия подбородка. Да. Всем советую этот ролик обязательно. И вот такие штуки, они есть нескольких разных видов. Я не знаю, каждая для чего подходит. В интернете об этом много пишут. Нужно почитать, посмотреть, как в том числе, как правильно делать вот этими штуками массаж. Я-то делаю просто по массажным линиям, как бы веду себя наверх. Но наверняка есть какие-то прям уроки этого. Еще мы купили мыльницу вот такую. Такие мелочи показываю, как обустраиваю дом. Я не знаю, мне интересно такое смотреть, вдохновляет. Я мыльницу повесила не там, где мыть руки, потому что там, где мыть руки, у меня жидкое мыло. Мыльницу повесила в районе того, где принимать душ. У меня вот такое мыло в виде пончика, уже с него сверху кое-что стерлось. Иногда таким мылом, иногда обычным гелем для душа. Но хочу себя вот к сухому мылу как-то пытаться приучать. Это более экологично. И очень удобная такая мыльница, потому что она... Ее раз снял, эту чашку помыл, и она снова чистая. В отличие от таких, знаете, металлических, на которых вот там это мыло застывает жутко просто. У меня несколько раз были эти металлические, и я поняла, что я не хочу. Ужасно необрядно постоянно выглядит. Вот так в зоне душа, понимаете, как бы очень-очень удобно это иметь. Уж коли обещала показать вам... Это, кстати, следы моих рук. Уж коли обещала показать вам вот эти подставки под горячее. То показываю. Я от них совсем не в восторге. Это пришло с Алиэкспресс. Закос под известные подставочки, которые в кожаном варианте стоят 2500. У нас в России я бы купила. Но во всех магазинах, куда я писала, звонила, связывалась по интернету, в наличии только две. Две мне не нужно. Мне нужно четыре. Плюс нужна была круглая на центр. Поэтому я не купила. Но решила попробовать заказать на Алиэкспресс. Они совсем не бюджетные. Каждая из них стоит рублей по 600 или по 700. В общем, примерно 2500 обошелся мне этот набор. Но вместе вот с такими штуками. То есть две штучки стоят от 600 до 700 рублей. Те, которые датские, я оставлю на них ссылку, на сайты, где они продаются. Дене Эй фирма, Линден Эй, как-то так. В общем-то они выглядят круто. Супер круто. Они из натуральной кожи. Я нашла их в Германии. Нашла и даже готова была заказать. Не помню по какой цене. Но за доставку каждой подставки мне накручивалась еще стоимость доставки около 3000. Вообще получилось каких-то космических денег. Там больше 20 тысяч стоят 4 подставки. Я такого тоже, конечно же, не хотела. Поэтому пока что буду довольствоваться такими. Если они меня жутко не разочаруют. Сейчас я их попробую положить на стол. То есть отмыть, очистить. С мылом как-нибудь так помыть их. Потому что все-таки с Китая ехали. И да, я их клала проветриваться. На мой взгляд, они уже почти не пахнут. Но вот тут, например, складка. Я не знаю, пройдет она или останется. И насколько они вообще крепкие и прочные. Если вы знаете, где купить такие подставки. Мне нужны в сером цвете. На картинке было, как будто бы они под кожу. Тиснение здесь совсем не под кожу. То есть это совершенно не то, что мне нравится. Я сейчас еще раз сравню. Может быть претензию продавцу написать. И вообще сказать, чтобы вернули деньги. Честно говоря, не знаю. Сейчас посмотрим, как они будут выглядеть на столе. Смотрите, мой стол с подставками. Это я, по-моему, в кофе покупала. В общем-то, они такие как бы тисненые, плетеные. Выглядят ничего себе симпатично. Но на моем столе мне они не нравятся. Я их покупала вообще как новогодние. Потому что на обратной стороне это выглядит вот так. Но перевернула. И они как бы двух видов. Что мне конкретно не нравится? Мне не нравится, что на них не видно никаких крошек. Может быть это и хорошо. Но если вот ты случайно капнул чего-то, например, оно протекло сквозь, эту штуку, на стол. Потом эта фигня прилипла. И ты вообще не понимаешь, как бы вроде выглядит визуально, что ничего нет. А на самом деле там бяка. Вот так. Стол пока что жив. Даже несмотря на то, что эти подставки. Сейчас уберу подставки. И покажу вам, как мой стол выглядит без них. Меня, конечно, всегда посещает огромное желание вообще без подставок. Но вы же понимаете, что это натуральное дерево. И без подставок этот стол долго не проживет. Тем более в семье, где есть маленький ребенок. Поэтому я вынуждена покрывать этот стол подставками под горячее. На вот этой штуке нельзя ставить горячее. Потому что сразу отпечаток остается. Где-то тут у нас было поставлено. И остался отпечаток на самом деле. Но выглядит это просто великолепно. Это практически моя самая любимая вещь в моем интерьере. Это вот этот стол. Но есть еще несколько любимых предметов. Но стол тоже вот прям один из. Ну что, чудесная сила монтажа. И у меня на столе лежат уже чистые, отмытые подставки с Алиэкспресс. Они из кожзама, я бы сказала. Закос под кожу. Но больше не под кожу. Даже под какой-то просто полио чего-то там. Полимер какой-то полиматериал. Они очень подходят по цвету под мои стулья. Немножечко под диван. Я, в общем-то, и хотела серые. Выглядит стильно. Будем смотреть, как это в использовании. В принципе, ну, по большому счету, конечно же, мне нравится. Сейчас я тут побольше света включу, чтобы вам было виднее. Потому что уже вечереет. По большому счету, это мне нравится. Но как они будут, когда на них стоишь горячее? Как они будут от жирных пятен? И так далее, и так далее. Все это очень интересно. Вы, конечно же, оставляйте ваши комментарии, нравится вам или нравится, больше вам нравилось со старыми подставками. Мне кажется, что очень так гармонично они вписались. И, конечно же, форма, офигенная форма. Но вот эти всякие заломы, надеюсь, что они будут лежать и выправиться. Видите, они не идеально ровные. Есть заломы. И не знаю, как это все будет. Будем посмотреть, как говорится. Ну, давайте на этом, пожалуй, будем прощаться. Спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, вас оно вдохновило на что-нибудь, показалось полезным, нужным, интересным. Или вы просто приятно провели время. Это тоже очень классно. Не забывайте, что подписаться. Там кнопочка об уведомлениях внизу есть. И на инстаграм подписывайтесь также. Ну, и лайки этому видео. Все это помогает продвижению и развитию моего канала. И за это я вам буду очень признательна и благодарна. Всем пока-пока. Встретимся в следующем видео.